Совсем недавно мы поговорили про недвижимость, ссылочка на видео вот здесь. А сегодня хотелось бы поговорить об очень интересной теме. Куда инвестируют богатые люди все-таки? Какие инструменты предлагаются и почему? Получается так, что у нас очень много историй из разряда вот кукол управляет, вот есть какие-то там большие дядьки сверху, которые приходят, нас, бедных инвесторов, трейдеров, спекулянтов, нагибают в плане того, что забирают наши собственные деньги. История, которая очень серьезно может вас ограничить в плане принятия инвестиционных решений, которая достаточно легко позволяет минимизировать риски. И то, о чем хочется поговорить сегодня, что покупают умные деньги, как покупают умные деньги и выходят из своих позиций, каким образом это работает и что в конечном счете можно делать для себя, применив на практике. Вы не являетесь сами акулой, вы являетесь вот этой вот маленькой рыбой, прилипалой, которая, ну, условно, акула кого-то атакует, да, прилипала, минимизирует свои энергетические потери, связанные с тем, чтобы добывать себе еду. Вот, чтобы минимизировать свои энергетические потери, связанные с тем, чтобы зарабатывать на финансовых рынках, посмотрите обязательно это видео до конца, чтобы было понимание, как делаются деньги умными деньгами, что является ключевым. Всем известна очень простая история, чтобы зарабатывать, нужно покупать дешево, продавать дорого. Кто-то меня опять сейчас назовет мистер очевидностью, и опять же, история всем понятная, но почему-то выясняется так, что большинство людей, которые занимаются самостоятельными инвестициями на финансовых рынках, делают все с точностью наоборот. Если мы говорим о рынке, как о некой закрытой системе, где количество денег ограничено, которое приходит на рынок, да, да, можно вливать новые деньги из своего активного дохода, но при этом получается, что вот количество денег, которое внутри рынка функционирует, оно ограничено. Прибыль одних, это всегда убыток других. То есть всегда в сделке, которую вы совершаете на рынке, без разницы, что покупаете, вы выступаете или покупателем, или продавцом. Почему же тогда физические лица покупают дорого, а продают дешево, а состоятельные люди покупают дешево, продают дорого? На рынке приведена классическая схема иррационального оптимизма, каким образом это работает. То есть у нас есть так называемая скрытая фаза начала роста актива. Это может быть что угодно, да, в нулевых годах это были доткомы, даже в 90-х годах это были доткомы на рынке США, потом была недвижимость на американском рынке, да, с нулевых годов по 2007 год. В какой-то степени это можно применить к криптоактивам, да, тот же самый биткоин, каким образом развивался. Эта же схема, она применима на рынке недвижимости российском, и любая моя полемика или мои видео, связанные о том, что я говорю про рынок недвижимости, я стараюсь применять именно эту позицию. То есть есть так называемая скрытая фаза, когда заходят умные деньги. Начинается так называемый взлет, то есть актив может находиться в неком флете, в этот период времени формируются долгосрочные позиции, затем из скрытой фразы, когда начался рост, умные деньги уже купили, да, они сформировали свои долгосрочные позиции, и они готовы ждать. Затем начинается фаза осознания, да, то есть фаза осознания, туда начинают подключаться институциональные инвесторы, там начинают создаваться какие-то фонды на актив определенный, туда инвестируют профессиональные участники рынка, это могут быть негосударственные пенсионные фонды, это могут быть хедж-фонды, это может быть пропозиция профессиональных участников рынка ценных бумаг, когда брокер торгует на собственную позицию, это могут быть банки, казначейство, часть средств, активов, банков размещаются в этот класс активов. То есть это идет некая фаза осознания, и подключаются вот эти вот серьезные ребята. Соответственно, увеличивается количество денег, которые приходят в этот актив, а предложение его всегда ограничено, И в этот период времени, соответственно, актив уже показывает какую-то существенную динамику в абсолюте, но не такую, чтобы эта динамика заинтересовала толпу. Рост произошел, но все-таки, ну, это так, что-то такое непонятное, да, и толпа особо не покупает. После этого, соответственно, идет первая распродажа, идет первая фиксация прибыли. Часть прибыли фиксируют умные деньги, которые в скрытой фазе, то есть пришли институционалы, профессиональные, в том числе это могут быть фонды, которые управляют деньгами частных лиц. То есть институционалы часть прибыли забрали профита, но основная часть позиции все равно сохранена. Возникает медвежья ловушка и возникает потом фаза мании. Актив продолжает расти, динамика начинает ускоряться, начинает входить толпа, а толпа у нас что? Толпа у нас всегда хочет больших и быстрых заработков. И здесь специфика заключается в том, что у нас люди хотят получить быстро и много, с небольшим размером капиталом. То есть у нас получается большое количество людей с относительно маленьким счетом, относительно умных денег институциональных инвесторов. Но те же самые институциональные инвесторы им могут предложить леверидж. То есть они могут предложить им заемный капитал, чтобы на заемный капитал были совершены покупки. Они же могут предложить возможность торговать фьючерсами, опционами. То в этом случае получается, что из-за того, что толпа имеет небольшие счета, имеют легкий доступ к кредитным деньгам и желание, стремление заработать много в чем-то растущем, то, соответственно, они начинают заходить в эти инструменты, используя леверидж, заемный капитал. Что приводит к тому, что спрос в моменте очень резко начинает расти. И актив просто как по, ну вот на графике видно, да, то есть взлетающая ракета, на эту ракету начинают обращать внимание СМИ, начинается сообщать это в специализированных каналах, по телевизору, по радио, начинают курс биткоина оглашать. Люди покупают, это еще продолжает расти, потому что идет приток все больше и больше людей. Кто-то начинает делиться своими успехами, возникает энтузиазм, толпа, разгон актива, жадность, больше жадности, да. То есть люди начинают там и приложительную вариационную маржу по фьючерсам загонять, в том числе, в этот актив. И он дальше начинает расти. Вот здесь, соответственно, умные деньги начинают фиксировать. То есть для того, чтобы зафиксировать прибыль, образуется не тогда, когда она бумажная. То есть цена актива выросла, и вы у себя видите, что я заработал там очень много денег. А прибыль получается тогда, когда вы продали актив и получили за него деньги. Причем распродали всю позицию и получили за нее деньги. Для того, чтобы распродать позицию и получить от нее деньги, когда мы говорим о умных деньгах и говорим о институциональных инвесторах, то здесь получается, что нужен большой спрос, настолько большой, настолько огромный ажиотаж вокруг цены актива, чтобы размер прибыли, который сформирован в этой позиции, заранее был, чтобы вот эта вот толпа весь этот объем забрала. Если мы говорим, например, про американский фондовый рынок, капитализация американского рынка ценных бумаг составляет 40 триллионов долларов. ВВП Соединенных Штатов Америки составляет 20 триллионов долларов, плюс-минус. Капитализация американского рынка в два раза больше, чем все ВВП, которое Америка производит. И тогда возникает вопрос. Например, я купил акции большой семерки. Тот же самый Facebook, Apple, Microsoft, Nvidia, Tesla, Amazon. И с 2020 года все эти компании очень активно выросли, обеспечив доходность больше 100%. Капитализация Apple, я не знаю, в районе 3 триллионов долларов. У меня позиция, я не знаю, 10%, то есть 300 миллиардов. И мне надо, чтобы закрыть свою позицию в прибыль, мне нужно, чтобы кто-то на обратной стороне контрагент, чтобы найти покупателя, который у меня согласится на максимумах купить Apple по этой цене и не обрушить цену вниз. То есть, чтобы мой объем, моей позиции не повлиял на рынок, когда я начну выходить. Вопрос, как мне это сделать? Мне надо, чтобы был ажиотаж. Кто у нас обеспечивает ажиотаж? Ажиотаж у нас обеспечивают средства массовой информации, полученная прибыль, плюс аналитика инвестиционных домов, в рамках которого инвестиционный дом с высокой долей репутации, что попадает, угадывает, он должен что-то сказать. Для меня в свое время был очень показателен на 2007-2008 год, когда я работал в инвестиционной компании, и опять-таки смотришь начало 2007 года, ведущие инвестиционные дома выдали аналитику, что потенциал роста американского рынка ценных бумаг на текущий год составляет еще порядка 20-30%, поэтому в акциях нужно находиться. Все об этом сказали, в том числе Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, они все заявляли о том, что акции по-прежнему имеет смысл покупать. Что мы получили? Что эти ребята очень даже неплохо заработали на вот этом кризисе, который произошел. Давайте теперь посмотрим глобально, да, что происходит и что позволяет использовать эту механику. Какую стратегию определяю лично я для себя? Это опять-таки такая называемая диверсификация. Диверсификация, если вы имеете глобальный счет, на слайде можно увидеть, что есть фонд от Vanguard на S&P 500 акции США, есть фонд от Barclays на сырье, есть облигации, типсы антиинфляционные с привязкой к инфляции, есть облигации с фиксированным доходом, 20-летние облигации США, есть фонд на коммерческую недвижимость Соединенных Штатов Америки и фонд от Vanguard на развивающиеся рынки. Соответственно, на графике вы видите, каким образом вели себя активы. То, что хочется сказать, когда я читал аналитику от ведущих инвестиционных домов американских, общий сантимент по итогам прочтения всей этой аналитики. Кэш – это трэш. Находиться сейчас в наличных валютах, в краткосрочных облигациях, в ТБИЛСах бессмысленно, потому что сейчас, в настоящий момент, доходность облигаций 20-летних Соединенных Штатов Америки составляет 4-4,5%. При этом мы ожидаем, что инфляция замедлится, а инфляция по итогам года придет к верхнему значению таргета, в районе 2,5-3%. То есть, инфляция может составить по итогам 2024 года в районе 2,5-3%, а вы имеете уникальную ситуацию за последние 20 лет, когда у вас доходность в надежные облигации в полтора раза больше, чем ожидаемая инфляция в следующие 5 лет. То есть, в следующие 5 лет ожидаемый уровень инфляции находится на уровне 2-2,5, вы можете купить облигации с доходностью 4-4,5. Поэтому не держите деньги в наличных, покупайте облигации. Это must have, это круто, это классно, потому что бывают единичные периоды, когда этот момент можно использовать. Окей, если не держать кэш, что покупать? Покупайте облигации. Что у нас происходит с облигациями, если посмотреть? Облигации в октябре-ноябре 2023 года по итогам года упали в пределах 20-25%. Если они упали, значит были продавцы, значит большинство людей их продавало. Но были же контрагенты, что их кто-то покупал. Вопрос, кто их покупал. Возвращаемся к слайду. Скрытая фаза. Эти инструменты никому были не нужны. Они подвергались распродажам. Мало того, весной были проблемы у региональных банков, в том числе связанные с этими облигациями, потому что они выступали обеспечением по ликвидности. Банки обанкротились, часть. Активы этих банков были переданы кому? Они были переданы Морган Стэнли, они были переданы Голдман Саксу, то есть они были переданы мастодонтам. Мастодонты, эти активы, получили с дисконтом 30-40%. Они за это даже ничего не заплатили, то есть они фактически забрали деньги у обанкротившихся банков. Чтобы выполнить обязательства этих банков, деньги, они не свои деньги взяли, им деньги ФРС дала, 400 миллиардов напечатала. Первичным дилерам. И, соответственно, проблему с ликвидностью решили, а себе на баланс они получили активы с дисконтом от 30 до 40%. И поэтому получается, что если мы опять вернемся, посмотрим на этот график, и вернемся к графику иррационального оптимизма, фактически осенью 2023 года была скрытая фаза. Актив начал потихонечку расти, и сейчас он непосредственно корректируется, сюда заходят институциональные инвесторы. И туда же загоняют физиков. И что будет, если у нас Федеральная резервная система уже во втором квартале 2024 года начнет снижать процентную ставку? Снижение процентной ставки приведет к тому, что доходность облигаций начнет падать, и эти облигации обеспечат доходность порядка 20% за 2-3 месяца. Как вы думаете, что будут делать физические лица, когда они увидят инструмент с фиксированным доходом от государства, от правительства Соединенных Штатов Америки, которые там за полгода обеспечили доходность 20% в валюте, не считая выплаченного купонного дохода? Скорее всего, будут покупать. С другой стороны, если посмотреть немножко дальше, увеличить горизонт инвестирования, будут ли институциональные инвесторы в этом случае фиксировать? Часть позиции, естественно, они зафиксируют, потому что у нас идет медвежья ловушка, у нас будет первая распродажа, в принципе, мы даже ее уже наблюдали с середины декабря. Но сейчас многие говорят, что те же самые облигации TLT могут сделать в следующий год 20%, надо срочно брать. Суть заключается в том, что дефицит правительства Соединенных Штатов Америки, разрыв между доходами и расходами составляет порядка 1 триллиона долларов. И его нужно где-то брать. Это не считая, сколько нужно рефинансировать, рефинансировать предыдущий долг, насколько нужно выпустить. Таким образом, получается, что эти деньги нужно где-то брать, а экономика не справляется. А у нас логистические проблемы, а у нас геополитика очень серьезно сказывается, а у нас предвыборный год. И в этом случае пополнять бюджет за счет увеличения налоговой нагрузки, что на физических, что на юридических лиц, вы не можете. Соответственно, скорее всего, ФРС все равно включит печатный станок. И если будет включать печатный станок, объем денег, которые вновь будут напечатаны, может составить порядка 6-7 триллионов долларов. И 6-7 триллионов долларов, которые вольются в финансовую систему в следующие полтора-два года, неизбежно приведут к инфляции. И инфляция преодолеет значение там и 5%, и 4,5%, и опять может выйти в районе 10%. И что мы тогда получим? Мы получим, что основной объем покупок облигаций TLT может пристись на вторую половину 2024 года, когда у них доходность уже снизится, и большая часть роста уже будет преодолена. И физические лица в этом случае могут огрести в следующие полтора-два года, убыток там, уполовинить свой счет, хотя в голове они будут думать, что они находятся в очень надежных активах. Таким образом, ребята, это работает. И когда я смотрю на те советы, которые дают инвестиционные банки в настоящий момент, краткосрочно там может сформироваться прибыль. Не нужно находиться в инструментах денежного рынка, покупайте долгосрочные облигации, покупайте недвижимость абсолютно по той же самой причине. Почему? Потому что недвижимость немного просела в цене, недвижимость сейчас предоставляет положительную доходность, и два из пяти инвестиционных банков как раз-таки на это указывают, что в настоящий момент рентная доходность недвижимости будет положительная. То есть поэтому ее непосредственно нужно покупать. Хотя нужно понимать, что в рынке недвижимости, в кредитовании на рынке недвижимости очень большая бомба заложена. То есть потому что ипотеку нужно рефинансировать, а ставки достаточно высокие. Поэтому я делаю все с точностью наоборот. Самое главное, это что покупать? Покупать облигации, покупать недвижимость, покупать акции Большой Семерки. Вот три топа, которые о чем говорят. Я, соответственно, предпочитаю делать все с точностью наоборот. Да, возможно, мне придется терпеть убытки, но не покупать акции Большой Семерки. То есть смотреть акции, которые наоборот, с фундаментальной точки зрения, сейчас являются компанией стоимости. Эти же самые инвестиционные дава говорят о том, что неинтересны товарные компании, сырьевые компании, неинтересны коммунальные компании, неинтересны фармацевтические компании. По одной простой причине, потому что они не относятся к компаниям роста, относятся к компаниям стоимости, и у них там не совсем интересная норма доходности, которую можете получить. При этом состоятельным клиентам они как раз таки говорят. Вы держитесь, ребята, от недвижимости. Лучше покупайте облигации с защитой от инфляции, потому что краткосрочно они неинтересны. но долгосрочно вы хеджируете вот этот вот риск, что ФРС снова врубит печатный станок, да, и инфляция у вас снова разгонится, а из-за того, что инфляция замедлилась, как раз эти облигации упали в цене, то есть они не являются интересными и привлекательными. Не покупайте технологические компании, потому что они переоценены существенно. С ковидных времен, взять тот же самый Apple, да, чистая прибыль растет на 5-7% в год, а капитализация выросла на 50%, да, то есть поэтому воздержитесь от покупки и смотрите в компании стоимости, смотрите компании, которые защитят ваши денежные средства долгосрочно от инфляции. Обязательно имейте защитные валюты, это швейцарский франк, японская иена, также золото, желательно золото в физической форме. Вот что они говорят. Почему? Потому что если посмотреть, кто у нас находится под давлением в текущий момент, это опять-таки компании стоимости, компании, которые платят хорошие дивиденды, но там на росте ты очень много не заработаешь. Золото особо как бы не движется, да, потому что ожидается. И, естественно, акции сырьевых компаний, да, то есть опять это видно между строк. Я могу, как человек, который работал в этом бизнесе и являлся инвестиционным консультантом, каким образом это было устроено, выходит так называемое view дома, видение дома, да, выходит стратегия. С нами, с селзами, кто работает с состоятельными клиентами, то есть стратегия выходит для всех. Есть обычный брокерский счет у тебя, тебе стратегия, аналитика автоматически приходит, да, как к клиенту, имеющему брокерский счет. Эта же аналитика приходит для консультантов, которые работают с состоятельными клиентами. Проводится встреча с аналитиками компании, конференц-холк с аналитиками компании, в котором как раз таки говорят, да, ребят, но вот это вот написали, это вот наше официальное view, да, вы там за него выходить не можете, но есть вещи, которые написаны между строк. Мы не можем этого не написать, мы не можем этого не указать, но мы это указываем как риски. И для состоятельных клиентов вы должны объяснить очень простую вещь. То, что мы пишем, как риски и как маловероятностное событие, на самом деле, скорее всего, прибыль будет сформирована в этих инструментах. Я это очень хорошо помню, я знаю, каким образом это работает, да, и поэтому вот это видео было посвящено тому, чтобы донести до вас, что происходит на самом деле. Если вы имеете глобальный счет, если вы имеете российский счет, опять-таки это отдельная тема ролика, но если хотите уже прямо сейчас начать формировать портфель, я вас призываю, да, в описании к данному видео будет ссылка на нашу конференцию, где как раз таки я выступаю по тому, что говорят международные инвестиционные дома, что говорит российские инвестиционные дома. И самое главное, я даю свою стратегию с развесовкой, какие активы нужно включать в свой инвестиционный портфель, с тем, чтобы спокойно формировать инвестиционный портфель. Причем у меня там проведено целых три стресс-теста для российского портфеля, для российского рынка. В случае, если доллар будет по 150, в случае, если наоборот у нас будет экономический рост, то есть каким образом будет вести себя этот портфель. Практически во всех случаях портфель, сформированный по принципам локации активов в различные классы, которые приведены на этом съезде, он находится в плюсе, потому что есть компенсирующие механизмы, которые позволяют минимизировать валютный риск, процентный риск, инфляционный риск, риск глобальной рецессии. Все это представлено на съезде в качестве раздаточных материалов и презентации. Опять же, информация, вы должны понимать, что не бесплатная, а платная, но я считаю, что это нормально. Ссылка в описании, приходите, забирайте, изучайте. Думаю, может вам это пригодится в 2024 году, чтобы как минимум спать спокойно, потому что вопросов неопределенности у нас очень и очень много. Сегодня у меня на этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока и удачи!